В девяносто первом году у вас, молодой женщины, обнаружили рак груди. Ну, не рак груди, рак. Обнаружили злокачественную опухоль, так бы он говорит. Вы помните свои ощущения в ту минуту, когда вам сказали диагноз? Да, конечно. Это никто никогда не забывает. Но первая мысль, это невозможно у меня сольный концерт в Москве. Что вы почувствовали тогда? Вы были преисполнены желанием бороться или у вас опускались руки? Что это было, отчаяние? Вы знаете, западная медицина немножко другая, чем наша. Чуть-чуть другая. И врачи, хирурги, да, они говорят совсем иначе. Если наши скрывают и вам что-то такое рассказывают, что вы не можете понять, то там все пишется на бумаге, с рисунками, с процентными какими-то соотношениями. Вот это возможно, вам жить столько, а возможно столько. Это как ядерный взрыв. Поэтому я в то время еще не понимала. Вам все нарисовали? Да, конечно, нарисовали, рассказали и сказали, что мало шансов и так далее. Конечно, это очень страшно. Что говорить? Это очень страшно. Иногда, когда я сейчас встречаю людей, которые достаточно спокойно, ну, с виду показывают так, что как будто они спокойно имеют такой диагноз, ну, может, другой, неважно, но диагноз такой, то я думаю, какие же они храбрые, какие же они сильные. Я была намного слабее. Это очень страшно. Было ощущение, что это может быть конец или нет? Конечно, они сказали. Сколько они вам дали лет или месяцев? Они не сказали лет, они говорят процент. Сколько процентов дали? 20. Что вы живете? Да, что все будет нормально.